Наверняка те, кто следит за выступлениями российских пилотов на авиадарте, знают, что наши парни сегодня образец для подражания летчикам всего мира. Поэтому победа в конкурсах воздушной навигации и техника пилотирования, кажется, выглядела вполне ожидаемо. Но на этот раз Ставропольчанин, вертолетчик Анатолий Трофимов на Ми-8, как раз в дисциплине техника пилотирования, установил абсолютный рекорд за всю историю игр. 184 балла. В технических тонкостях задания может разобраться, наверное, только специалист, но посмотрите, как серьезен российский пилот, как будто он все еще на задании. На крайней точке выполняли пилотаж парой. В пилотаж входил горизонтальный полет парой, в левом пилинге, далее левая восходящая спираль, левый пилинг, правая нисходящая спираль. После чего перестроение в правый пилинг, выполнение виража и далее выход из зоны. Все это выполнялось на время. После трех летных испытаний российская команда укрепила лидерство, выиграв этап воздушная разведка во всех номинациях. За 12 минут летчикам предстояло в районе площади 50 квадратных километров без использования тех средств обнаружить пять целей-мишеней различной формы, размера и цвета. Наши обнаружили за меньшее время наибольшее количество целей. Экипажи из Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в своих номинациях занимают промежуточные вторые и третьи места. Возможно, нашим восточным партнерам пока не хватает навыков управления новейшими моделями самолетов. Помните, Дзянь, Юнь и Хун? На открытии авиадарца именно о них говорил главный судья соревнований. Китайские летчики будут выступать впервые на самолетах Дзянь-16Б. Самолет представляет собой, скорее всего, глубоко модернизированный самолет Су-30 МКК. Но двигатели свои, боеприпасы свои. Причем боеприпасы мы такие, у них видим впервые. Поэтому мы не можем судить пока по качественным характеристикам. Кстати, судейство здесь довольно строгое. Во время полетного задания вертолетов арбитры оценивали не только навыки выполнения летчиками фигур пилотажа парой, но и точность выполнения каждой из фигур, выдерживание параметров строя, установленных интервалов и дистанции между вертолетами. Так что мастерство здесь – главный залог успеха. Максим Васильев, телекомпания «Город», присодействует Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Продолжение следует...